Всем привет, друзья! С вами Тимпос. Мы продолжаем играть в игру Violent Hearts. И на очереди у нас второй эпизод и миссия Париж. И мы играем за мадам. Не помню, как её зовут. Я не знаю, вы говорили ли нам её имя. По-моему, её зовут Анна. Если мне не изменяет память. Мы уже посмотрели вступительный ролик. Сейчас нам дадут возможность его пропустить. Изрытая земля. Называется второй эпизод. Не знаю почему, но в этой игрушке некоторые текстуры, они прям, ну, очень качественные. Прям картинка идеальная. А некоторые как будто бы пиксельные. Вот, например, текст 9 месяцев ранее. Не знаю, в чём причина. Ну, допустим. В целом, картинка очень даже приличная, поэтому не будем придираться. 6 сентября 2014 года. Париж. Франция. Так, ну, я так понимаю, нам нужно взять ключ у голубя. Давайте найдём что-то, что-то, что-то можем в него кинуть. Или мы уже можем что-то в кинуть? Нет. У нас есть палка, но нам сейчас не поможет. Так, это чё? Уголь. Я думаю, им мы сейчас и пульнём. В голубя. А что насчёт вот этой штуки? Можно до неё накинуть? Опа. Ой. Так, давайте... Э, в смысле? А чё ты поднял-то? Алё. А что я должен был делать? Я уже... А-а-а! Он надо мной когда подлетит, я понял. Вот шустрый голубь такой. Так, давайте сейчас... Я хотел вообще-то мимо кинуть него. Случайно пал. А-а-а! Я-то отпустил. Да ё-моё. Я хочу часы подобрать. Которые на крыше висят. Хочу их сбить. Всё, аккуратненько. Целимся. В голубь ушёл. Опа. Всё, они упали. Отлично. Теперь надо ключ сбить, когда он будет у нас над головой. Да, по-моему, я Зултана. Так, стопэ. Птиц, иди сюда. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Гуля-гуля-гуля. Гуля-гуля-гуля. Хлебом покормлю. Давай здесь всё. Опа. Мой ключ. Всё, вали нафиг. Так, отлично. Ключ у нас есть. Теперь можем мы отсюда выйти. Я не понял, почему она заперта. Её, видимо, родители не пускают. Чего это? А, кстати, надо прочитать эти историческую справку. У нас чего такое? Подсвечник? Нет, чернильница. Ну, не угадал. А поскольку шариковые ручки появились лишь в 50-60-х годах, солдаты Первой мировой писали письма птичьими или специальными металлическими перьями. Их регулярно окунали в чернила, находившиеся в специальном сосуде чернильницы. Это понятно. Так, давайте прочитаем исторические факты. Нам они уже доступны, да? Немцы у ворот. В сентябре 1914 года непрерывно оступавшие германские 8К оказались почти в 30 километрах от Парижа. Правительство, которое ожидало скорого падения города, заблаговременно укрылось в Бордо. Большая часть Бельгии, находившейся к северу от Парижа, уже была оккупирована немцами. Лишь 75-тысячной армией, которой лично командовал король, по-прежнему удавалось удерживать в своих руках Ипор и Изер. Такси до Марны. 6 и 7 сентября 1914 года генерал Гальени использовал 630 реквизированных для нужд фронта парижских такси для быстро переброски войск к Марне. Уйди. Пожалуйста. Не надо. Гребанное подключение. Не оставляет меня в покое. Хотя таким способом было перевезено сравнительно немного бойцов, 4000 человек, что составляет 3% общего числа сдействованных в битве солдат, это событие вызвало огромный общественный резонанс, став символом единственной нации перед лицом врага. Кроме того, контратака союзных сил у Марны в итоге спасла Париж от германской оккупации. Ну, немного, но полезно. Скажем. Не-не-не-не. Чуть из игры не вышел. Так, что у нас здесь интересного есть? Ничего? Как-то странно здесь сделано. Зачем мне обзор перекрывают? Ничего подобрать не могу. Почему я слышу детский смех? Он меня раздражает, кстати говоря. Отлично. Уходим от себя. А вот и причина детского смеха. Еще какая-то записочка. А ну-ка. Письмо бельгийке из Парижа. Дорогие родители, мы покинули страну незадолго до немецкого наступления и укрылись с детьми во Франции. К сожалению, немцы продолжают идти вперед. И уже почти осадили Париж. Если город падет, мы вернемся обратно в наш родной Льеш. Ваша любимая дочь Матильда. Ясненько. Девчонки, пообщаться можем? Не можем. Так, назовут в левой части. В этой мадамке эта бутылка. Она мне точно нужна по виду. Что у нас тут? Ничего. Ладно, идем направо. Ты умеешь бегать. Это неплохо. Давай, давай, давай. Шустренько. Бежим. Газетка. Стопэ, а где... Такси домарные. Парижские такси реквизированы для нужд фронта. Все, почитала. А где хреновина, которую я сбил с неба? А, вот часть. Чего это у нас? Порванный ремешок для часов. Ремешок для часов, порванный заводной рукояткой для автомобиля. Как это определили? До появления систем батарейного зажигания машины приходилось заводить, крутя специальную рукоятку. Кривой стартер. Когда двигатель оживал, рукоятку нужно было аккуратно отпустить. Она продолжала обращаться вместе с ним и при неосторожном обращении могла задать причины тяжелого несчастного случая. Ух ты, е-мое. Надеюсь, она только ремешок сорвала с руки. Но мы об этом уже не узнаем. Есть еще интересного, мужик? Не, ничего. Ладно, идем дальше. Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Я просто иду. О, что-то полезное. Нужна кнопка. А, нужен ключ, я понял. Ну, бутылку я уже нашел. Это чего? Нужно колесо. Тут у нас чего? Нужна вода. Ну, я, в принципе, уже понял, как это сделать. Это что такое? Это ключ. С крестом. Зачем нужен мне? Колесо. Давайте колесо сюда привините. Можем? О, неплохо. Здесь нужен квадратный. А у меня такой треугольный ключ. Я понял. Что это у нас? Газеты. Газеты являлись в военные годы главным источником информации. О транзисторных приемниках еще почти никто не знал. А телевидение попросту не существовало. Ну, естественно. В газетах, помимо прочего, ежедневно публиковались списки погибших на фронте и попавших в плен. Ай, я отстань. Все, закрывайся. Так, давайте думать. У нас есть треугольный ключ. Точнее, крест... А может... Вряд ли, конечно, подойдет здесь, но... Нет, не подойдет. Идемте искать, где он нам может пригодиться. Так, у нас есть... Ага. Я допер. Такой мне нужен. Сейчас, секундочку. Нужен треугольный. Чтобы воду набрать. Или давайте мы машину поставим... Вначале машину поставим. А что здесь ключи разброснуты, е-мое? Что за беспредел? Опа. Все, машина стоит. Теперь нужно только воду залить. Для этого нужен треугольный ключ и бутылка. Бутылка вот у той тетеньки. А чем мне едать? Ага. Девчуля плачет. А я медик. Давайте думать. Мне кажется, связь очевидна. Но а вдруг? Давайте поможем. Поранилась, девчуля. Опа. Что я должен делать? Вовремя нажать? Опа. В смысле? Ага. Так. Хорош, не плачь. Не плачь. Твою мать. Не реви. Опа. 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 Я не был готов к такой головоломке. Пожалуйста. Бутылку подойдай. Молодец. Так, а где же мне ключ найти? Я нигде не видел треугольный ключ. Он наверху может быть? Сейчас. У момента. Вряд ли. Мне кажется, я его просто не увидел. Тут мне ничего не надо. Я так думаю. Не, я скорее всего просто его не заметил. Пойдемте, поставим бутылку вначале. Может он сейчас появится? Мне нужен треугольный ключ. Треугольный. А, ну в принципе там есть треугольные с этими. Вот, он же мне подойдет. Ё-моё. Могу его взять? Или бутылку я выложу? Ах ты. Какая хитрая технология, ладно? Подожди, а... Так, ты бутылку поставь. А, нужно... О-о-о, ё-моё. Нужно включить вначале кран, польется вода, потом сбегать за бутылкой. Не экономишь воду, война на дворе. А ты такое творишь вообще. Женщина, думай, что ты делаешь? Ну а перекрыть? Алло, алло, гараж. А перекрыть? Вот же... Ладно. Помолчу. Всё. Погнали. Сейчас будет драйвовая музычка. Это вторая миссия уже. Ух ты. Ой. Ну это то же самое, когда мы... Выбегали от... Ой. Дельтаплана этого... Дирижабля. Так он, цепелин называется. Дельтаплана-то чутка не то. Ой. Тихо, тихо, тихо. Чуть не врезался. Та-та-та-та-та. Ой. Всё нормально. Э-э-э. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Вы что творите? Тихо. Хорош меня щемить. Ты где права покупал? Ушёл отсюда. Да-да-да. Да хорош. Мы на одной стороне, ребятки. Вы что? Немцы проклятые. Ты глядите на них. Что творят. Тихо, тихо. Спокойно. А куда ты так торопишься-то? Мадам. Почему ты всех обгоняешь? Объясни мне. Ой. Всё нормально. Ура! Мы молодцы. 7 сентября 1914 года. Такси ехало всю ночь. Анна гордилась, что помогает бойцам попасть на фронт. Да, мы молодцы. Когда Анна оказалась на месте, перед её глазами предстала вся ужасная правда. Чего? А в смысле реалии войны? Ну, шо ж ты поделаешь. Война – дело страшное. Можем уже идти. Ну да, сейчас нам будут показывать самые страшные картины. Ну, вряд ли нам будут показать, конечно, раскочленёнку. Давайте поможем. Давай, давай. Ну, благо, хоть ни у кого ничего нет урона. А, помощь нужна. Давайте. Так. Опля. Так. Так. Я молодец. Я напоил бойца. Надо ему чё? Чё ты будешь делать с ногой? Выпрямлять её? Или бинтовать просто? Ага. Вправить. Я думаю, это был не вывих. Скорее всего, это был перелом. Хотя кто его знает? Чё ж я так... Ого! Нога у него толстая. Благодарю, мадам. Слушайте, из-за чёлки свои видно хоть что-нибудь? По-моему, тебе надо посречься покороче. Прошло семь месяцев. Анна, движимая состраданием, посвятила себя заботе о больных и раненых. Каждая спасённая жизнь была победой над войной, которая и не думала утихать. Ух ты, ё-моё, мы же не будем сейчас пилить ничего. Ничьи ноги. Я не помню. По-моему, в этой игре такой жестокости нет. Несмотря на то, что игра про войну, мы здесь максимально всё, даже не знаю, как сказать, легко показано. Шарфик мы его можем взять. Так, мы можем его использовать. Надо, видимо, его сбить потом. Чего тебе? Помощь нужна? Туда. Окей. Чего-чего? Трое. Я понял. Надо вылечить трёх людей. Нет проблем. Убежали. Стоп. Чего у нас? Трое, я понял. Сбегаем. Нужно срубить дерево, окей. Не знаю, зачем мне этот шарфик, но, видимо, он мне нужен. Ой, а когда мы были таксистами, я не знаю, нас там исторические факты мы не почитали. Ну да ладно, фиг с ним. Руководство для медсестёр. Поскольку боевые действия неожиданно перебрели шок и размах, военно-медицинская служба столкнулась с нехваткой персонала. Для обучения добровольцев было напечатано специальное руководство. В нём содержалось огромное количество практических способов решения проблем, связанных с транспортировкой раненых в полевых условиях и оказания им помощи. Инструкции по изготовлению шин или носилок из винтовок и пинтовочных ремней. Окей, факты. Массовые жертвы. Первые три месяца военных действий вернулись огромным числом жертв. Больше всего крови было пролито 22 августа 2014 года в один из дней так называемого пограничного сражения, когда потери оказались попросту кошмарными. Число раненых превышало всевозможные прогнозы. Военные врачи едва могли помочь всем жертвам вооружённого конфликта, приобретавшего всё большие масштабы. Медсёстры. Медсёстры-ангелы Первой мировой. Были в основном добровольцами, которых набирал Красный Крест. Армия и армейская служба неотложной помощи. Американская служба неотложной помощи. Те, кто вызывался на эту непростую работу, ждали длинные изматывающие смены в госпиталях на фронте и в тылу. Эти женщины были и сиделками, и матерями, и друзьями раненых, которые делились с ним сам сокровенным. Часто медсёстры были последними, кого видели умирающие. В своих воспоминаниях прошедшие войну солдаты много рассказывают о доброте сестричек. После окончания боевых действий большинство медсестёр было демобилизовано. Ну, естественно. С чего бы им на войне... С чего бы им в армии делать после войны? В этом нет никакого смысла. Так, чё это? Я не думаю, что есть смысл его сейчас дергать. Да. А чё такое? А, ну попасть туда не можем, да? Нужно чё-то подставить туда, потом сбегать сюда за водой. Ох ты, ё-моё, опять многоходовочки эти. Ну, ладно, они мне нравятся. Кто вопит? Терпеть, сейчас добегу. Это, видимо, кому-то вода понадобится. И мы этого человека напоим. Пила нужна? Ох ты, ё-моё. Чё, пилить будем? Плохо. Носки. Так, смазанные жиром носки. А ну-ка, интересненько. Носки, вымоченные в переработанном жире и покрытые снаружи формалином, были лучшим средством защиты от холода, сырости, обморожений и других неприятностей. По крайней мере, так говорилось в рекламе, в которой многие верили. Но какими бы эффективными, на самом деле, не были эти специзделия, большинство солдат охотно предпочитало им пару обычных сухих носков. Ну да. Я думаю... Так, оно есть. Нам что-то нужно поставить, да? А почему я могу нажать на кран? Нет, не могу, ладно, показалось. Так, пока мы вообще ничего не нашли полезного. Идём дальше. Чего здесь? Пусто. Вот пила. Вправо можем сходить? Нет. Ой. Беда. Играла как-то в игру, где можно было... Где нужно было отпилить руку или ногу, я уже не помню. По-моему, это Walking Dead было. Tail, Tail, Series. Жуткая игра. Ой-ой-ой. Бля, хамуха. Нет, всё-таки Ubisoft решила показать. Хоть и вот скрыто, но пиление конечностей, в данном случае, руки. Мужик держится... Тай бог каждому. Ой-ой. Сорян. Всё, буш как новенький. Ну, скорее всего, он бы... В обморок уже упал. Тайф, зубы надо было ему вставить. Деревяшку. Так, пила мне ещё нужна, да? Раз не сломалась, значит нужна. Ну, дерево спилить, я так думаю. Так, давайте тогда вначале спилим дерево. Я так думаю. Потом побежим за ведёрком. Потому что не хочу пилу выбрасывать непонятно где. Я думаю, что я должен ухватить для спила дерева. Замечательно. Так, пила мне ещё... Всё ещё нужна пила. Зачем шарфик? Ладно, пусть пила будет здесь. Блин, опять... Всё ещё нужна пила, ничего себе. А у тебя чё? Ему нужен костыль. А-а-а, почему тебя раньше не встретил? Так, пила мне поможет для изготовления костыля, интересно. А может, можно из дерева костыль сделать? Этому вода нужна. Вот фляжка, отлично. Чё пробее есть? Давайте глянем. Сейчас разберёмся всем. Что это? Продрявленный котелок. Обе половины этого котелка имеют сквозные отверстия. Пускай есть из него теперь очень неудобно, зато как минимум одна солдатская жизнь была спасена. Боец носил его на уровне одной из почек. После взрыва снаряда котелок замедлил полёт расплённой шарапнели, и хотя его хозяин всё же получил ранение, оно казалось не смертельным. Сталаты часто коптили котелки над костром, чтобы они не блестели. На солнце не выдавали их местоположение врагу. Понятно. Это мы уже читали. Чё у нас здесь? Как мне вниз спуститься? По лестничке. Давайте. Ох ты, ё-моё. Это солдат? Ой-ё-ё-ё-ё-ё. Это солдаты. Это солдаты. Фу. Письмо прусского солдата. Дорогая дочь, мы продвигаемся вперёд. Вокруг французская провинция. Тут очень красивый пейзаж. Пейзажи. Как бы мне хотелось сейчас любоваться ими вместе с тобой и никого не убивать. Постоянно думаю тебе. Твой отец Вольфган. Да. Игрушка подымает остросоциальные проблемы так-то. Сможем подняться? Не сможем. Война – это страшно. Ладно, пойдёмте наберём воды. Справа бежать, потом будем. Шарфик пусть лежит здесь. Не знаю, кому он может пригодиться. Чуть позже узнаем. Так. Водичка. Побежали, наберём её. А заодно проверим, можем ли мы пилой сучок дерева, может быть, спилить. И сделать из него костыль. Неа. Не можем. Ну, ладно, подобрали пилу. Попозже её где-нибудь наверняка используем. Полная фляжка. Отлично. Давайте хотя бы одного солдата сейчас. До конца этой серии. Поможем? Спасём? Это будет второй, получается, солдат. Третьему мы костыль сделаем. Я думаю, что с помощью этой пилы. Надо бы сейчас за ней вернуться. А, полебай. Бери пилу. Побежали. Через мост. Не знаю, что там нас ждёт. Но, скорее всего, что-то придётся спилить. Раз пила всё ещё не исчезла. Шарфик. А может нам шарфик нужен, не пила. Не знаю. Проверим. Вот заодно и проверим. Крест. Ну, понятно. Копает. Закапывает. Надо что-то. Повязка нужна. Ай-яй-яй, плоток теперь. Чё это? Держи, друг. Держи, друг. Лопата. Ага, мы её с помощью пилы можем... Не можем? Этому чёку лопата вместо кастыля не подойдёт? Я извиняюсь за, конечно... Может быть, абсурдность, но мне кажется, что он может на неё блокачиваться. Разве нет? Пойдёт. Пойдёт отлично. Пойдёт отлично. я ему вряд ли найду. А лопата тоже может помочь. Опираться-то можно на нее. И вполне неплохо. А, теперь надо еще правильно замотать его. Ладно, давайте я уже. Вроде как научился это делать, ничего сложного нет. Да, это было неплохо. А, это я открыл, видимо, банку со спиртом, чем он обрабатывает. Все, готово. Ты вылечен. Не, нифига еще. Еще обмотать надо. Замечательно. Ну, вот так вот. И, друзья, давайте мы на этом серию нашу закончим. Я думаю, надо будет сейчас бегать за пилой. Обратно. И езжать. Езжать дальше. На этом все, друзья. Всех благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылка в описании под видео. До новых встреч. Всем спасибо. Всем пока. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok